Показать этот изменяющийся и вечный мир прекрасных вещей, которым прикасается женская рука, облагораживая все вокруг и вдохновляясь сильной полноподвиги – вот цель выставки, открывшейся в музее имени Добролюбова. Мир мелочей, прекрасных и воздушных, хранящихся в фондах музея, сегодня вышел свет и расположился на стеклянных витринах выставочного зала. Различные бытовые мелочи, предметы дамского туалета, элементы женской одежды. Вот, например, манто, доставшееся фонду от семьи русского академика и публициста, чьим именем назван сегодня музей. Манто принадлежала внучатой племеннице Николая Александровича Добролюбова. Старинные реликвии декоративно-прикладного искусства нижегородских мастериц также заняли свое почетное место на выставке. Этот женский головной убор – уникальный экспонат, когда-то был очень распространен среди модниц нижегородской губернии. Головки шились вручную, это было трудоемкое, очень красивое, дорогостоящий вид вышивки. Занимались ей специальные вышивальщицы, которые жили в городце, их называли магистками. Они переходили от одного заказчика к другому, иногда жили подолгу в семьях и занимались тем, что обшивали всю семью и создавали шедевры. Позволить себе появиться на празднике в таком шедевре могла не каждая женщина. Головной убор из тофты малинового цвета украшен вышивкой из ниток с краплениями натурального золота. Экспозиция небольшая по объему, но повествует о жизни женщины с середины 19 века и до наших дней. Альбомы со стихами, журналы мод и вышивки и легендарная швейная машинка Зингер. Все это четко дает нам понять, чем жили девушки и женщины прошлых веков. Вот этим крошечным чугунным утюжком проглаживали кружева рукодельницы. Они даже шкатулки для швейных принадлежностей расписывали собственноручно. Я думаю, каждая женщина найдет для себя какой-то предмет, который ей очень понравится, который согреет душу, может быть заставит заняться тоже рукоделием. Или наведет на мысль, что нужно посмотреть где-то в шкафу или в сундуке, что-то извлечь оттуда, полюбоваться, украсить свой быт. Я думаю, наша выставка будет хорошим подарком всем женщинам Нижнего Новгорода к наступающему международному женскому дню. Экспозицию дополняют произведения, созданные нашими современницами – вышивка гладью белым по белому. Атмосферу этого изящного девичника поддерживает вышивальница Диана Смирнова. Сегодня она радует всех на открытии выставки не только своими работами, но и чтением стихов великих русских поэтесс и собственной дочери. Я вас дождусь, я снова вас увижу, жаль, лишь во снах мы видимся в Париже.